Что касается видов кустарничников, которые широко распространены в лесу, кроме леса они вселяются в заросшие деревьями участки побережья. Вот как раз в дали виден лесной массив и видно, что недалеко от лесного массива есть древесно-кустарниковые заросли, которые тоже заселяются древесно-кустарниковыми птицами. Вот целый ряд древесно-кустарниковых птиц, которые наряду с опушками леса встречаются в прерусловых поймах, покрытых древесно-кустарниковой растительностью, и среди них тоже большое количество хороших певцов. Соловей, вот как раз поющий, черноголовая славка, вот темная шапочка на голове, болотная камышовка, ну и вот очень красивая птица с ярко-красной головой. Взрослые самцы могут быть почти полностью красными, у них еще и грудь красная птица, называется чечевица. Если кто-то из вас идет по берегу и слышит очень четкий крик «Вить увидел!», то он встретился как раз с чечевицей. Многие виды имеют песенку, которая может быть хорошо передана звукоподражательно, вот как раз это один из таких видов, имеющих хорошо передающуюся слогами, причем такими слогами выстраивающимися фразы, песню. Ну и опять же о хороших певцах. Первый певец – соловей, второй певец – дрозд, и третий певец – черноголовая славка. Голоса у всех очень громкие, хотя дрозд – птица относительно крупная, она немного меньше голубя, а славки и соловьи по размерам примерно сравнимы с воробьем, которого все знают. Пожалуй, у соловья голос будет погромче, чем у дрозда, имеющего большие размеры. Ну и еще, пожалуй, одним типом места обитания, которого мы еще не затрагивали, являются населенные пункты. Есть целый ряд видов, который приурочен именно к населенным пунктам и в других местах не встречается. Да, в населенные пункты, особенно сельского типа, например, в деревни, поселки, в небольшие города, вселяются целый ряд по окраинам, целый ряд луговых видов, целый ряд лесных видов. Ну, например, если говорить о лесных видах, это всем хорошо известные синицы, которые являются видами тихотеющими к древесно-кустарниковым насаждениям. Ну вот, есть целый ряд представителей, которые встречаются только в населенных пунктах. Каковы их основные особенности? А их основные особенности связаны с характером питания. Подавляющее большинство живущих в населенных пунктах видов питается пищей смешанного происхождения, может кормиться на свалках, в том числе очистками, может кормиться в больших количествах на зернохранилищах семенами растений. Многие кормятся сочными плодами, которые растут, соответственно, на садовых участках. Ну, если показывать целый ряд обитателей этих территорий, то грачи, всем хорошо известные, связанные с населенными пунктами и возделываемыми полями. В настоящее время на территории Куликово поле возделываемые поля есть и популяции грачей чувствуют себя очень хорошо, не могу сказать, что совсем процветают, но численность их не уменьшается. Хотя на большинстве территорий России в связи с упадком сельскохозяйственной деятельности в настоящее время численность грачей начала сокращаться. Ну вот можем гордиться, у нас они не переводятся. Еще один очень интересный вид, если говорить о голубях, то сизого голубя в деревнях практически нет, его достаточно мало. Зато там есть кольчатая горлица, очень интересный вид, он есть и на территории Тулы, он связан с населенными пунктами и в природе вне населенных пунктов нас не встречается. Кормится пищей растительного происхождения преимущественно зерном и зерновыми отходами. И появился он на территории Тульской области, это не наш коренной вид, появился относительно недавно. Как пишут в специальных зоологических сводках, это вид семиаридных территорий, засушливых территорий, пустынных и полупустынных, который распространялся вслед за человеком. И местами, откуда он начал расселяться, являлась Турция и более южные территории. Когда шли военные действия и массовые перемещения населения, связанные с войнами в 19 веке, в начале 20 века, то вместе с человеком, вместе с войсками, перемещавшимися на территорию Западной Европы, распространялась и кольчатая горлица. Так как она в те времена была любимицей южных народов, то некоторые просто привозили своих любимых птиц с собой. И затем уже оттуда она попадала на территорию России. Сначала она шла с Запада в Европу, потом из Европы на нашу территорию. Но она шла и с юга, но до нас южные популяции не дошли, к нам она попала с Запада. В настоящее время это обычный вид. Несмотря на то, что корни его в Турции, он должен быть очень теплолюбив, он зимует на нашей территории, в том числе и на территории Куликово поле. Вот такой достаточно светлый голубь. Еще один вид, очень любящий есть ягоды, и появившийся совсем недавно. Если кольчатая горлица появилась у нас в конце 70-х годов, это конец 70-х, начало 80-х, то этот вид, это горехвостка чернушка, связанная с сельскими населенными пунктами и стройками, как это не парадоксально, появилась у нас примерно 15 лет назад. Всего-навсего, в массовых количествах 15 лет назад. В настоящее время гнездится под крышами, за трубами, в полостях в заборах. Вот когда есть забор, вот как раз металлический забор, и обычно скопаны вот такие трубы полые внутри, вот в этих полостях сверху гнездятся представители горехвостки чернушки. Все населенные пункты Куликово поле просто забиты ими. Когда мы вводим экскурсии для школьников, например, и для участвующих в фотобёрдингах, мы просто подходим уже к ближайшему дому и говорим, вот сейчас должна прилететь птичка и сесть на верхушку крыши или на трубу, давайте подождём. Обычно в течение пяти минут прилетает тот, кого ждали. В принципе те, о ком я сейчас говорила, это представители летней фауны. Что происходит в другие периоды? Ближе к середине лета у птиц выводятся птенцы, они перестают петь и начинают перемещаться по территории более широко в поисках корма. Корм у разных видов достаточно сильно различается, поэтому они перемещаются в разные угодья. Кто-то перемещается в сады, кто-то перемещается в сельскохозяйственные угодья, кто-то остаётся в лесу, кто-то начинает передвигаться вдоль лесополос, постепенно направляясь в южную сторону. И эти перемещения с течением времени переходят в послегнездовые кочёвки, миграции, и потом уже ближе к сентябрю и в октябре уже в отлёт к местам зимовок. Что можно наблюдать на территории Куликово поле осенью? Осенью эти перемещения приобретают более выраженный характер. В этот период можно наблюдать крупные стаи птиц, которые не встречаются здесь в летний период. Это так называемые виды-мигранты или пролётные виды, как иногда называют их орнитологи. Пожалуй, самыми известными из представителей пролётных видов являются журавли. Вот как раз стаи серых журавлей, которые мигрируют через территорию Куликово поле. Миграции эти обычно происходят в конце сентября, начале октября. И в это время пролётные стаи можно наблюдать на Куликовом поле. Перемещаются и драгиды, и другие виды в достаточно больших количествах. Это не гнездящиеся здесь вьюрки, по внешнему виду напоминающие наших лесных зябликов. Это чечётки, это чижи, которые в летний период на территории Куликово поле практически не встречаются. И все они двигаются вот такими большими стаями. Встречаются по берегам рек, по кустарниковым насаждениям, встречаются на сельхозугодьях, когда они там кормятся, например, на полях. Пожалуй, самым богатым на виды и на количество особей видом вот этих вот мест обитаний наземных являются поля с подсолнечником. Несколько лет назад подсолнечник почему-то не убрали около водяного поля, и там наблюдался ажиотаж вообще невероятный. Там сидели тысячи и тысячи птиц, которые с удовольствием, скажем так, лузгали семечки. Это были и кулики разных видов, которым вообще-то положено было находиться в водно-болотных местообитаниях, и дрозды, и вьюрки, и кого там только не было. Еще одним замечательным местом, где концентрируются птицы, являются прилежащие к территории Куликово поле участки водно-болотных местообитаний, в частности, Лупишкинское болото и особенно Кимовский рыбхоз. На Кимовском рыбхозе тоже наблюдается огромное количество птиц. Это дно спущенного Кимовского рыбхоза, это начало октября этого года. Как видно на фотографии, здесь ходили утки, вот след утки, здесь ходили цапли разных видов, вот следы цапель разных видов. Ну и как как раз у всех птиц, которые передвигаются по земле с большим удовольствием, у них достаточно хорошо видно расположение пальцев. Смотрите, если у птиц, сидящих на ветках, пальцы были расположены под острым углом друг к другу, здесь угол расположения пальцев практически приближается к прямому углу. Так удобнее ходить. Это тот же принцип, по которому мы ходили бы на лыжах. Как видите, по вязкому дну водохранилища бывшего птицы ходили достаточно свободно, но мы проваливались там почти по колено. У нас, конечно, правда и вес больше. Единовременно на этой территории за, ну, наверное, 4 часа было встречено порядка 9 тысяч птиц разных видов. Это кулики разных видов, цапли и чайки. Ну вот как раз типичная картинка этого времени. Вот большая белая цапля, смотрите, совсем белая. Вот она. Это серые цапли, вот серая цапля более тёмная. К сожалению, близко они не подпускали, ну и кроме того, мы не могли пройти по вязкому грунту, чтобы снять лучше. Это чайки разных видов, вот сидят чайки. Ну и целый ряд видов уток и куликов, которые ещё мельче были, и поэтому на данной фотографии видны не очень хорошо. Но количество впечатляет даже вот на этой фотографии, где массового скопления не видно. В настоящее время состав вот этой мигрирующей фауны полностью ещё не изучен. На самом деле количество встречающихся здесь видов в осенний и весенний период, когда идут вот эти массовые перелёты, конечно, превышает 140. Почему? Это порядка 130 видов, которые гнездятся в средней полосе и перемещаются с этой территории, плюс целый ряд видов северных мигрантов. Вообще в Тульской области отмечены встречи в течение года порядка 270 видов. Ну вот видов 200, я думаю, в осенний и весенний период через территорию куликового поля мигрируют. Количество особей мигрирует очень большое, особенно видов водоплавающих. Не исчезают птицы и зимой, держатся они в разных типах места обитания, без лыж их считать бесполезно, ну и, соответственно, вот видно, что считали их на лыжах. Держатся они как в лесах и кустарниках, в лесах и кустарниках их, как правило, больше, там они прячутся от ветра, так и на открытых пространствах, где с большим удовольствием кормятся семенами репейника. В зимний период основной деятельностью многих видов является кормовая деятельность. Целый ряд видов остаётся зимовать на территории куликового поля или кочует по этой территории. Если говорить о классификации птиц по характеру их связи с территорией, по характеру их нахождения на территориях, то выделяется группа так называемых видов кочевников. Ну кто такие перелётные виды, всем понятно, да? Ну, например, соловеи или цапля жили здесь летом, потом поднялись и осенью полетели, ну чаще всего в Африку, большинство птиц нашей полосы зимует именно там. А часть видов остались жить там, где жили, например, голубь, большая синица, воробьи. Это осёдлые виды. Вот есть целый ряд видов, которые и не улетают, и на одном и том же месте постоянно не держатся. Это кочующие виды. Кочующие виды перемещаются в пределах 100-200 километров и не покидают пределов одной и той же природной зоны. Вот они прилетают, съедают то, что нашли, двигаются на следующий участок, где-то ещё не съедено. Очень хорошо это выражено у дрозда рябинника. Вот как раз дрозда рябинник, который с большим удовольствием кормится на рябинах, как в населённых пунктах Куликово поля, в лесу встречается, где тоже есть рябина. И на территории Тулы тоже может держаться огромными стаями. Раньше это был перелётный вид. За последние 20 лет он стал видом кочующим. Возможно, это связано с тем, что более мягкие зимы, а возможно, это связано с обильными урожаями рябины на нашей территории. Таким же видом кочевникам, которые встречаются у нас и зимой, и летом. Но зимой это совсем другие птицы, скорее всего, переместившиеся из Московской области, а не жившие всё лето в Тульской области. Например, щеглы. Такие пёстрые, яркие птицы могут быть встречны на рябинниках. Кроме того, зимой встречается и ряд более северных вселенцев на нашу территорию, которые прилетели из тундровой зоны, из северно-таёжной зоны и находят здесь хорошие условия для кормления. Это свиристели, которых наверняка многие видели. Это снегири, которые не гнездятся на нашей территории, встречаются здесь только в зимний период. Ну и целый ряд совсем северных видов, которые вообще-то обитают в тундрах исходно. Например, пуночка или полярный воробей. Снизу кажется совсем беленьким. Очень любят держаться по окраинам дорог, так что их часто можно видеть из машины, если вы едете и по обочине. Там есть, допустим, снесённые ветром на край дороги семена разных видов растений. В зимний период, если оценивать количество видов, значит, летом у нас встречалось 130. В период миграции могли встречаться виды, часть из которых у нас ещё не отмечено официально и не описано, вот порядка 200, включая вот эти 130, которые гнездились. Зимой на нашей территории встречается порядка 70 видов. Хотя целый ряд видов, допустим, голуби, синицы, щеглы, встречаются здесь круглогодично. Вот такая вот достаточно сложная система связана с сезонными циклами птиц. Кроме вышесказанного, мне хотелось бы отметить, что все представленные здесь фотографии были сделаны на территории Куликово поле и в ближайших окрестностях. И возможности их получения были как раз связаны с тем, что на территории музея-заповедника ведётся достаточно активная научная и просветительская работа, получившая достаточно широкое распространение, особенно в последние годы. В принципе, начиналось всё достаточно безобидно с экскурсии местных школьников в осенний период, связанных с наблюдениями за птицами и постепенно приобретавшие всё больше и больше размах. Это уже весенние наблюдения и привлечения птиц на гнездование. Это как раз долина Непрядвы. Это школьники монастырские, школьники из Ивановки. И, по-моему, там из Милославщины у нас ещё присутствовали школьники. Дальше география принимаемых любителей природы и любителей погулять и посмотреть вокруг расширялась. И начали проводиться соревнования на кубок золотого кулика весенние, которые насчитывают уже не одно соревнование. Начали они проводиться в 2014 году, и последнее подобное мероприятие было в 2018 году. Принимают участие и взрослые, и дети, фотографируют с большим удовольствием. Соответственно, получают призы за лучшие фотографии в том числе. И фотографии бывают очень приличные. В частности, вот эта детская фотография. Это фотографировала школьница. Она ничуть не хуже фотографий, сделанных профессиональными фотоаппаратами. И целый ряд фотографий у нас как раз школьников вошёл и входит в обзоры фауны. При дальнейшем развитии этого направления у нас стали появляться участники из Москвы. И вместе с партнёрством «Птицы и люди» были проведены мероприятия, которые уже могут быть отнесены к эго-туристическим. Это так называемые фотобёрдинги, когда наблюдатели перемещаются на машинах, ведут фотографирование с определёнными достаточно жёсткими условиями, отмечаются на специальных пунктах, где они должны отметиться не позже такого-то времени, на каждом пункте. Достаточно сложная и интересная система, сходная с европейской. В настоящее время в Европе достаточно широко развивается так называемый фотобёрдинг, и многие любители природы этим занимаются. У нас было проведено два таких туристических бёрдинг-ралли. Это под крылом земляка в 2016 году и полёт журавля в 2017 году. Как видите, погода не мешает фотографам и наблюдателям вести подобные наблюдения. Это у нас начало марта, это 5 марта. И полёт журавля – это было начало октября прошлого года. Команда Куликова поля была награждена, по-моему, оба раза в этих соревнованиях. Ну и, соответственно, подобные наблюдения и неоценимая помощь наших фотографов и любителей, и профессионалов, и спортсменов позволила к настоящему времени очень успешно обобщить материалы по Куликову полю и издать иллюстрированный определитель, который, как мы и рассчитываем, будет полезен широким массам, ну, во-первых, наблюдателей, а во-вторых, просто любителей, которые хотят выйти в долину Непрядвы, к лесу в водяное поле, посмотреть по сторонам и послушать. Вот это как раз тот определитель, карманный определитель, он должен помещаться в карман, правда, с кармана он будет немножко торчать, потому что он высокий. Ну и мы приглашаем всех присутствующих, я думаю, что некоторые присутствующие и постоянные участники этих мероприятий, приглашать их не надо, приезжать на Куликово поле, наблюдать вместе с нами птиц, фотографировать их, ну или просто наслаждаться окружающей природой. Спасибо за внимание, соответственно, традиционно ждём всех в музеях и на территории Куликово поле.